Приветствую вас, и ответ на вопрос, который вы задаете, зависит от того, как вы собираетесь жить дальше. Вам сейчас 20 лет, и вы находитесь на перепутье, когда у вас стоит выбор, либо жить дальше с родителями, с отчимом и мамой, или жить отдельно. Соответственно, если вы выбираете жить вместе с отчимом и мамой, то тогда мужчину вам желательно пытаться понять. А понять его нужно через анализ ситуации, в которой и вы, и он оказались. Мужчина потерял работу, сорвался внутри, начал пить, и по сути дела потерял веру в себя. Он потерял ощущение, что он заботится о вас, что он приносит доход в семью, что он обеспечивает ее, и так далее. И не имея возможности, как это сейчас очень часто у многих людей бывает, не имея возможности найти новую работу, человеку тяжело переносить то, что он теряет значимость в семье, и в результате этого он реализует эту энергию по-другому. То есть, как? Он реализует ее через излишнюю активность в отношении вас. Хорошо это? Конечно, нет. А говорить, что он произвит, ну, я бы не стал лично, потому что ведь он раньше работал. Он раньше работал, он раньше зарабатывал и все делал. Потом это изменилось. Соответственно, здесь интерпретация его поведения зависит от того, чего мужчина сам хочет. Если он хочет найти работу, но не может, то ему нужно в этом помочь. Помочь с кодировкой, помочь с поиском вакансии, как-то поддержать его. Это все сделать можно. Если мужчина работать не хочет, и ему понравилось висеть на шее у вашей мамы, у вас и у брата, то в таком случае, безусловно, он нахлебник. И да, в этом случае его нужно гнать. Но проблема в том, что он вступил в отношения с вами и братом как бы вторично, потому что первично все-таки его отношения с мамой, с вашей мамой. И очень важно то, как он относится к вашей маме и как ваша мама к нему относится. Если ваша мама счастлива с ним, то, безусловно, его уход, даже если он правомерен, даже если он справедлив, его уход будет для вашей мамы ударом. И если вы ее любите, если вы любите свою маму, то, наверное, не хотите. Не захотели бы, чтобы она переживала, чтобы она вновь переживала. И тогда вам просто-напросто ради мамы придется смириться, если вы, конечно, готовы к этому, и терпеть своего отчима постольку, поскольку вам осталось до совместного проживания, то есть когда вы садите на ноги самостоятельно. Если вы видите, что мама так же несчастлива, но не может ничего сделать, то есть она просто терпит, ну, бывают такие женщины, которые терпят своих мужчин и их поведение негативное, то вам вместе с братом в этом случае очень желательно, значит, что сделать. Вам вместе с братом нужно с вашей мамой разговаривать, говорить с ней, обсуждать эту проблему, касающуюся отчима и, собственно говоря, прикинуть, а вот как он вообще себя позиционирует в вашей семье. Если он любит вашу маму, то что любит вашу маму, как это проявляется? Если он любит вас и вашего брата, по его словам, как это проявляется? То есть, по сути, устроит такой мозговой штурм между вами, между вами дремя, потому что вы все-таки кровные родственники, а он нет. И вот вы в таком формате, формате, значит, трех сторон, вместе с братом сможете выработать единую позицию, вместе с вашей мамой и предъявить эту позицию отчину. Сказать, что ты, в общем-то, человек неплохой, очень неплохой, мы ничего против тебя не имеем, но, поскольку ты сейчас ведешь откровенно паразитический образ жизни, то мы не знаем, чего дальше от тебя ожидать. Нам не нравится, мы хотим что-то менять. Поэтому, если ты хочешь быть с нами, пожалуйста, как-то измени свое поведение. Если не можешь работать, то ничего стратного, помогай по дому, работать будем мы. Но набрав свою энергию на положительное, конструктивное направление, тогда мы тебя примем. Если нет, то мы, соответственно, будем вынудены тебя просить уйти, так как это наша живоплощадь и, собственно говоря, мы хозяева, ее живоплощадь. И основная проблема, которая заключается при такой постановке вопросов, в том, что ваша мама может быть против. Она может быть откровенно, она может откровенно бояться того, что останется одна, что больше у нее не будет мужчины. То она, потеряв вот этого мужчину, отчину, она больше не сможет никого встретить. И вот донести до нее, что это не так, что у нее все равно есть шанс найти своего спутника жизни нормального, который бы хорошо не заботился и все бы для нее делал, вам будет довольно сложно. Потому что у женщины, по сути, получается два негативных опыта. Отец умер, в общем, она тебя не уважает. Для женщины это серьезный удар. И вот от того, как ваша мама относится ко всей этой ситуации, и, по сути, зависит ваше дальнейшее существование и дальнейшее поведение. Нужно понять, что для вашей мамы важнее, что для вашей мамы сейчас ценно. И, исходя из этого, наверное, все-таки принимать решение. Потому что она, руководствуясь своим страхом, своими опасениями относительно своей, скажем так, будущей жизни без мужчин, она может просто-напросто не воспринимать как бы рациональные доводы, объективные доводы, касающиеся ситуации с мужчиной. Просто потому, что она засыклена на своих желаниях. Соответственно, вам в этом случае нужно будет показать ей, постараться, по крайней мере, показать ей, как мужчина относится к женщине по-настоящему. То есть, по сути дела, помочь ей встретить другого мужчину. Так, легко, ненавязчиво направить ее на, значит, контакт с какой-нибудь компанией, где есть мужчина, который бы ее оценивал под автоинством, на которого бы она переключила внимание и поняла, что он лучше, чем отчим. Вот этот вариант для вас был бы самым хорошим, самым лучшим, при условии, что отчим не воспринимает, значит, какие-либо критические отзывы о себе и не стремится быть лучше. Как я понял, у вашего отчима алкогольная зависимость, и, собственно, это уже проблемно, потому что, если женщина терпит алкоголика, значит, она уже рискует быть созависимостной, то есть, быть от него зависимой. И тогда уже ей потребуется помощь, чтобы избавиться от созависимости, корень которой кроется как раз в этом вот страхе остаться одной. И тут уже вы ей, вероятно, не поможете, своей маме, тут нужно обращаться ей к специалисту за квалифицированной помощью, может быть, даже на наш ресурс, вот в таком формате, чтобы мы помогли ей принять правильное решение. На этом все, надеюсь, что помог вам, нет никаких вопросов остальных, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен, пока, желаю вам всего доброго и удачи!